Здравствуйте, уважаемые телезрители! В продолжении нашего предыдущего разговора мы сегодня, собственно, поднимем такую, мне кажется, интересную тему «А где купить качественную живопись?» В предыдущей лекции мы с вами порассуждали, узнали, наверное, много нового о том, что такое качественная живопись, на что обратить внимание при покупке акварели, печатной графики или живописного полотна. Но наверняка вы зададитесь таким вопросом, а где, собственно говоря, лучше приобрести ту или иную картину, то или иное произведение искусства? Ведь дело в том, что здесь вы должны будете себе ответить на один такой очень важный вопрос. Во-первых, для чего это? Какие-то материальные вложения для души, для украшения дома, интерьера, а может быть и ради подарка, потому что, согласитесь, вы можете приобрести картину и подарить это ее своему знакомому, другу, товарищу или коллеге по работе. Так вот, исходя из целей, которые вы будете себе ставить, ваш путь будет лежать в художественную галерею, в салон. Может быть, вам стоит посетить вернисаж или мастерскую художника? Вот с этими достаточно такими тонкими вопросами мы постараемся сегодня разобраться. И как в предыдущей передаче сегодня, опять-таки, нам будет помогать гость в студии Дмитрий Викторович Козлов, член Союза художников России, заведующий кафедрой изобразительного искусства Международного славянского института. Здравствуйте. И первый вопрос, который я хочу вам задать, это о целях покупки. Ну вот так кратко, давайте мы поможем разобраться нашим телезрителям о том, в том вопросе, для чего, собственно говоря, покупается картина. Ну давайте начнем с самого распространенного, подарок. Подарок. Да, очень часто бывает, что либо человек сам хочет подарить картину. Себе. Либо себе, либо кому-то на юбилей, на какое-то торжество. Либо дарит организация. Люди складываются на определенную сумму и затем отправляют человека. Гонца. Гонца, давайте назовем его так. Задача которого прежде всего уложиться в данную сумму. А потом уже оценить то, что он предложил. Ну я надеюсь, что Гонцу уже объяснят, как выбрать качественную живопись. Полос какой должен быть в грунтовке. Но здесь мы, давайте скажем, положимся, во-первых, на честность тех людей, которые будут продавать эту картину. Либо на художников, либо на работников галереи, которые все-таки посоветуют хорошую вещь, которую будет не стыдно подарить. Так вот, если вы решили подарить картину, то все-таки я вам советую не обращаться за помощью к художникам, которые работают на вернисаж. Вот на моем веку, этот случай был однажды, мы были на 50-летие у одного человека, ему подарили практически две одинаковые картины. Да, да что вы. Один и тот же сюжет, но трансформированный несколько в формате и чуть-чуть цвете, но сюжет был практически одинаковый. То есть вернисажная живопись, она все-таки предполагает некую тиражность и некий повтор произведения. Но мы о вернисажах сейчас чуть-чуть попозже, поподробнее поговорим. Поэтому если вы хотите сделать оригинальный подарок, то лучше покупать непосредственно авторскую живопись. Так. Либо в мастерской, как мы уже говорили, мастерской художника, либо в салоне или галереи, которые дают гарантию единичности экземпляра. Ну, относительно единичности. Ну, относительно, но... Мы знаем, что некоторые художники достаточно часто пишут популярный сюжет, не очень его видоизменяя. Вы знаете, на Западе вообще, я хочу сказать, это разнообразие живописи, оно присуще прежде всего российскому рынку, арт-рэнку. И российским художникам. На Западе художник находит определенную тему и дальше начинает ее эксплуатировать. Почему? Для того, чтобы он был узнаваем непосредственно по данной тематике. Вот он пишет, предположим, натюрморт с ананасами. И он всю жизнь будет дальше писать эти натюрморты с ананасами, видоизменяя чуть их больше, чуть меньше по количеству. Либо, значит, они будут композиционно по разному, но он эту тематику будет эксплуатировать дальше. И цветовые какие-то направляющие, цветовую гамму картинок он тоже будет... Да, пишет, например, в голубом цвете, другой яркие работы, другие там пастельные. Да, но наиболее разнообразные тематика и сюжеты, это все присуще именно России. Так, хорошо, мы разобрались, что если мы делаем подарок, а, скажем, какие еще могут быть цели, кроме подарка? Ну, во-первых, для себя, для самоудовлетворения будем так. Вот человеку захотелось иметь что-то красивое дома, или его просто, вот он, проходя мимо, вдруг почувствовал, о чем мы тоже говорили. Ну, тут очень широкий спектр эмоций, нам, мне кажется, сложно сказать. Ну, давайте назовем для себя, да, собственно, это собственное приобретение. Да, потому что эмоции ведь, может быть, различны, да, это, может быть, украсить новый дом, просто, просто понравилась картина. Просто понравилась, вы знаете, очень часто как раз вот слово просто понравилась, это такая спонтанная покупка, я разговаривал с людьми, кто занимается продажей картин, они говорят, что это очень именно частый вариант покупки, очень частый. И, наверное, такая тоже достаточно важная составляющая, это вложение денег, да, потому что ведь картина, может быть, и с этой точки зрения. Давайте сразу же оговоримся, вложение денег, ничто другое, пожалуй, как арт-бизнес и вложение в картины не является столь долгосрочной перспективой, когда ваша вещь будет приносить дивиденды, и не факт, что она вообще будет их приносить. Вот здесь очень важный вопрос угадать, но даже если вы угадали, то вот этот временной отрезок, возможно, при жизни самого человека, который приобрел, эта вещь будет иметь ту же самую цену, и лишь, там, может быть, внуки ощутят правильность данного вложения. Ну, да, я соглашусь, что коллекционирование, да, коллекционирование, это, и вообще люди коллекционера, они ведь не только приобретают с надеждой на какую-то быструю выгоду, коллекционер, это, мне кажется, вообще такой своеобразный род человек. Да, 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 я думаю, что это человек опять, который формирует некое пространство вокруг себя, вот его главная задача. А уже человек, который занимается именно арт-бизнесом и вложением, ну, денег в искусство, наверное, какое-то другое, надо его придумать, название. Брокер, может быть. Может быть, может быть, но это несколько другое, чем слово коллекционер. Но, кстати, мне хотелось бы, наверное, отметить тот факт, что подчас коллекция как раз и является вложением денег, потому что, ну, даже мы будем говорить, например, серия, графики, там, я не знаю, художников 70-х годов. Если мы будем брать каждый лист, он, может быть, сам по себе и не будет стоить тех денег, но собранная вместе коллекция, она уже представляет историческую, художественную и финансовую ценность. Поэтому, по большому счету, иногда человек, начиная, может быть, просто с понравилось, зачастую потом становится коллекционером и вот так вот ненароком становится и обладателем какого-то финансового состояния. Но тут, да, но тут нужно опять понять такой момент, что собирать и во что вкладывать деньги. То есть это должны быть непосредственно творческие работы и то, о чем мы с вами говорили, желательно, чтобы это была не тиражная живопись, а вещь, выполненная в одном уникальном экземпляре. И что мы посоветуем, наверное, зрителям, если вы решили начать коллекционировать картины, чтобы была какая-то направленность. То есть если вы коллекционируете и вам нравится, предположим, пейзажная живопись, то все-таки остановиться на данном направлении. Либо если вы начали собирать акварели, то сделать коллекцию акварели, не разбавляя ее масляной живописью. Ну что ж, давайте мы с целью определились. Давайте теперь поподробнее остановимся на каждом из означенных в названии передачи пунктов. Собственно, если мы придем, например, на вернисаж, что чаще всего мы там увидим? Какую живопись и что мы можем там приобрести, а чего мы там приобрести, скорее всего, не можем? Ну, прежде всего, я повторюсь, на вернисаже прежде всего мы увидим тиражные работы. Это раз. Второе. На вернисаже мы чаще всего увидим повторение чужих произведений в лучшем или худшем варианте. Великих художников, да? Да. На вернисаже мы редко-редко встретим действительно творческие вещи. Но на вернисаже мы встретим низкую цену. То есть вот то, что как бы тот плюс вернисажа. Какие-то редкие гости, залетные художники, которые туда пришли, ну, сейчас такого, наверное, уже не существует. Это могло существовать в 90-е годы, когда была какая-то демократия на таких спонтанных местах сбора художников, будь то Арбат, либо Измайлова, либо Бица. Сейчас, я бы так сказал, вы, наверное, даже и не встретите художника на вернисаже, а вы встретите там человека, который торгует... Стоит на точке, да? Да, стоит на точке и торгует, имея у себя там 5-6-10 художников, которые приносят ему картины на реализацию. Ну, вот вернисаж может быть под открытым небом, но вернисаж ведь может быть и в помещении, да? Это несколько другая позиция, потому что, по большому счету, вернисаж в помещении иногда подразумевает просто однодневную выставку, продажу. Но я бы сказал, что здесь вернисаж в помещении, да, он может быть, я считаю, что он, наверное, все-таки более качественный. Это некая следующая ступень качества живописи, нежели вернисаж под открытым небом. Ну, потому что, на мой взгляд, на вернисаж в помещении даже люди со стороны не всегда попадают, туда приходят по пригласительным. А, во-вторых, он дороже стоит, как само устраивание данного мероприятия. Поэтому человек, который это устраивает, он уже изначально смотрит на качество живописи, на то, что он может продать, и ориентируется на тех покупателей, которые туда придут. Вот даже очень интересный пример. Видите, вернисаж в метрополитене. Мне кажется, это такой вариант, например, просветительского вернисажа. Это очень полезно, да. Есть вернисажи, люди, когда на багажнике своего автомобиля ставят несколько картин. Есть такие вернисажи, как вот, например, в Измайлово ходил человек-бутерброд, я его лично сам видел, который вешал два щита картонных на себя, и у него были расположены несколько его картин. Ему не нужно было стоять, он ходил, гулял по, так сказать, самому же вернисажу и устраивал вернисаж в вернисаже. Был очень популярен. Хорошо, значит, вернисаж – это такая низкая цена и тиражность. А вот галерея... Я бы назвал это народной выставкой. Народная выставка, да. Галерея, да, наверняка сразу всплывает вот некое такое слово, когда мы думаем, куда пойти купить картину. Что, по вашему мнению, в галерее мы найдем? Ну, следующий уровень, давайте это назовем опять следующий уровень, да. Да, художественная галерея предполагает работу не с таким обилием имен авторов. И серьезная галерея, она имеет определенную концепцию. То есть она ориентируется на какую-то стилистику, она ориентируется на какие-то имена, на направление, на технику. То есть есть галереи, где работают только, предположим, с графикой, где другая галерея работает только с живописью. Но, тем не менее, галерея – это уже определенное качество товара. Ну, в галерее, если мне не изменяет память, и продаются, например, полотна, ну, конечно, не антикварные, да, в прямом смысле слова, но полотна уже представляющие и определенную историческую ценность, да, ведь там можно найти не только современная живопись, но, например, художников более раннего периода. Диапазон живописи, да, он очень разнообразен, да. Но опять я говорю, что есть галереи, которые ориентируются непосредственно, предположим, на живопись, там, 30-х, 40-х годов, там, либо 50-х. Есть галереи, в которых представлена, там, вот стена живописи 30-х годов, здесь современные авторы. То есть здесь диапазон более широкий. А скажите, вот если, например, мы придем в галерею, можем ли мы, посмотрев картины художников, сделать определенный заказ, там, даже не в прямую художника, чтобы галерист или менеджер отобрал нам картины? Конечно, конечно, конечно. Это, во-первых, отобрал, а во-вторых, вы можете через галерею, обычно галерея является неким посредником. Плюс к тому, да. Между покупателем и художником, да. И галеристы не с охотой дают адрес и телефон из самого художника. Это, естественно, они делают на этом деньги. И вы можете через посредство галереи заказать какую-то работу понравившегося вам автора. То есть либо напрямую заказать, либо галерея может через какое-то время предоставить вам на выбор несколько работ интересующих вас художников. Ну а ценовая политика галереи какая? Вы знаете, тоже очень разнообразная. Есть галеристы, которые говорят так, что человек, который зашел в галерею, он должен уйти оттуда с приобретением. То есть диапазон цен таков, что от минимума позволительного простому обычному человеку до очень дорогих работ. И я вам хочу сказать, что люди, которые посещают галереи, все-таки люди более состоятельные. И я даже вам вот что хочу сказать, что некая престижность покупки в галерее среди состоятельных людей, она существует. То есть я купил на вернисаже это одно, а я купил или приобрел эту работу в галерее в данной. Это звучит совершенно по-разному. То есть это вопрос престижа. Но ведь в галерее, если мне не сменять память, еще дают некий сертификат подлинности, правильно? Это я хотел более того. Более того, что сертификат подлинности и плюс галерея дает определенные документы на, предположим, вывоз картины за границу. Галерея дает, по желанию, предположим, покупателя некий такой профессиональный оценочный лист искусствоведа, реставратора. И экспертизу проводят в качестве, например, в качестве того же самого холста, красочного слоя. Конечно, конечно, галерея предоставляет эти услуги, что вы никогда не получите на вернисаже. А вот еще есть такой сектор, сегмент, где можно купить картину. Это салон на искусство или салон? Что сейчас подразумевает современный салон? Я прошу только не путать с названием художественный салон. Есть такие магазины. Это как бы магазины, где можно купить все для занятий живописью. И картины в том числе. Я прошу не путать, это разные вещи. Назовем его просто салон. Давайте не будем слово художественное предпринимать. Салон – это некая уже такая высшая, элитная, будем говорить, точка для приобретения, для общения покупателя с художником, либо с человеком, который продает данные работы. Салон подразумевает создание некой художественной среды, где можно проводить открытие выставки. Туда же могут быть приглашены и музыканты, и какие-то оперные исполнители. Салон подразумевает, что вам всегда дадут и угостят чашечкой кофе, если вы хотите бутербродик к ней. Все это входит в определенный какой-то сервис, будем так говорить, обслуживание клиента. Но цены в салоне, конечно же, гораздо дороже, чем в каких-то остальных сегментах, о чем вы говорите. И салон, он ведь предлагает зачастую полное багетное оформление, да? Салон, да. Вы знаете, порой и не только багетное оформление, а иногда и мебель. То есть вы можете приобрести полный интерьер. То есть у вас есть пустая комната от мебели, кончая текстилем и промежуточный этап. И декоративно-прикладное искусство, например, керамика, фарфор тоже часто можно найти в салоне. Да, художественная мебель, вот о чем я говорю, декорированная художественная мебель. То есть салон, спектр предоставления непосредственно художественных произведений в салоне наиболее широкий. Ну и поэтому салон, судя по всему, это и наиболее такое дорогое место продажа. Дорогое. И еще вам хочу сказать, что многие салоны, серьезные салоны в Москве работают по определенному времени, либо открываются только для специальных клиентов. То есть для общего посещения они закрыты. Так, хорошо, мы с вами в этом, в аспекте тоже разобрались. Ну и теперь, мне кажется, мы с вами сейчас поговорим, знаете, и, на мой взгляд, о самом дорогом сегменте, с одной точки зрения, но и о самом другом, о самом дешевом. Это отчасти аукционы, потому что есть аукционы, где непосредственно торгуют полотнами великих мастеров, и есть интернет-аукционы. Вот об этом секторе, сегменте рынка давайте немножко расскажем. Аукцион, что это такое? Ну, в первую очередь, классический аукцион с молотком, с ведущим. Ну, живой аукцион, не интернет-аукцион, да? Конечно же, там диапазон картин, с которыми работает данный аукцион, он очень велик, и работает с картинами уже классиков, и так и с современными художниками, с современной живописью. Ну, о цене мы сейчас говорить не будем, потому что она измеряется громадными суммами. И большими количествами нулей. Ну, безусловно, наверное, наши телезрители вряд ли будут участвовать в таких крупных торгах и аукционах. Но обычный среднестатистический человек вполне может поучаствовать в интернет, электронных аукционах, которые достаточно широко проводятся. Вы знаете, несколько лет назад мне предложили, не несколько, это около 10 лет назад, мне предложили поучаствовать в, вернее, посотрудничать с одной интернет-галереей. Я с очень большой долей недоверия отнесся к данному мероприятию, потому что, но для меня, как для профессионала, было немножко непонятно, как можно покупать живопись в виде, во-первых, плоского изображения, во-вторых, небольшую форматность экрана, и порой не очень хорошее разрешение. Да, качество воспроизведения. Но, вы знаете, удивительно, картины продаются. И не только продаются у нас, в нашей стране, а люди из-за границы заказывают картины. Вот сейчас и мои, и вот моих друзей с вот этих сайтов. И люди оплачивают транспортировку, перевозку этих картин, оплачивают вплоть до того, что даже страховку. Вы знаете, я тоже хочу поделиться таким очень интересным, ну, не новостью даже, а просто событием. Наблюдением. Наблюдением, да. Из этой же самой среды интернет-аукционов. Просто мне тоже знакомые рассказывали, что они купили акварель, ну, не очень известного, но, в принципе, достаточно интересного художника. Он ныне покойный, Семен Михайлович Пустовойтов, акварелист. И сейчас его работа, в общем-то, приобретает уже определенную ценность. И не так давно в интернете купили его работу всего лишь за 900 рублей, например. Прекрасную акварель. Да, конечно, кто-то может сказать, ну, 900 рублей для акварели может быть дорого, да, там по сравнению. Нет, 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 нет. Но, во-первых, это автор, чьи работы уже находятся и в государственных музеях, и в государственных галереях. И поэтому вот так вот совершенно случайно иногда в интернет-галереях, да, можно найти очень хорошую качественную живопись. По большому счету за... Это рынок. И здесь, да, здесь вот... Небольшую сумму. Можно очень здорово поймать золотую рыбку. Да, потому что как раз интернет-галерея, она позволяет напрямую общаться с владельцем картины или с художником, потому что, вот, конечно, такие крупные аукционы, Сотбис, Кристи и так далее, там же цена определяется профессиональными искусствоведами. Там очень много посредников. И много посредников, которые, да, так сказать, имеют свой процент. И это вот такой очень большой бизнес посреднический, да, такая гармошка растягивается. А здесь напрямую и действительно вот так совершенно... Здесь можно очень интересные... Вот через интернет можно найти очень интересные картины. Но, опять, мой опыт показывает. Я захожу, смотрю, мне это интересно. На мой взгляд, конечно, основная масса работ представленных, они не представляют какую-то художественную ценность. Но все-таки тогда давайте кратенькое резюме. Если человек хочет купить, ну, в общем, интересное какое-то произведение искусства, ну, он в определенной степени ограничен в средствах, то есть он не может отдать большую сумму денег, куда вы все-таки его посоветуете? Я посоветовал отправиться в галерею. В галерею? В какой-то средний сегмент, да. Причем посмотреть, их очень много, галереи. Цены очень сильно разнятся. Предположим, периферийные галереи, они буквально на 50% дешевле, чем галереи, расположенные в центре Москвы. Ну, также мы не только про Москву можем говорить, и про другие города. Будем так говорить, что центр города и центральные галереи, они наиболее... ну, в небольших городах, если есть хотя бы одна галерея, то это уже хорошо. Все-таки в галерею. В галерею. Ну что ж, спасибо большое, Дмитрий Викторович. Вы нам сегодня очень помогли разобраться вот в этом аспекте, где, в каких торговых местах и точках, что можно найти. И я думаю, что ваши советы тоже очень помогут нашим телезрителям как раз купить и приобрести себе именно то, что они хотят. Ну что ж, сегодня мы с вами узнали еще один секрет из мира искусства, из мира живописи. Однако на этом мы с вами не заканчиваем, и будем встречаться и продолжать наши с вами беседы в дальнейшем. А на сегодня передача наша завершена. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова